Я сейчас первый раз в жизни скажу «Здравствуйте». Вы смотрите подкаст, название которого мы ещё не придумали. Возможно, уже придумали, когда вы смотрите, узнаем попозже. Разговариваем тут про то, что такое быть художником во всех возможных аспектах, начиная от образования и всякие другие аспекты творческой жизни. Не слишком пафосно. Мне вообще очень интересно, мне вдруг захотелось... Поучаствовать в таком... Слушать ответы разных других людей. У нас сегодня Полина Шутова. Полина художник, преподаватель, куратор. Можно так сказать? На самом деле, скорее, нет. Я скорее верховный менеджер в галерее. Можно сказать визирь? Не знаю, что значит визирь. А я вот, кстати, думала, когда мне надо было словно идти для своей роли в школе. Это недавно меня что-то осенило. Я подумала, визирь же. Визирь — это советник главного вот... Человек в стороне, как бы правая рука. Я такая, о! Да, тогда визирь. Два визиря встретились, в общем. Отлично. Слушай, ну а ты себя больше кем ощущаешь? Вот мы три твоих таких роли назвали. Это очень сложный вопрос. Но могу сказать, что визирем я себя ощущаю в меньшей степени. Ну, в меньшей степени ощущаю, что это моё предназначение. Ну, скорее хочется считать себя художником. Это очень забавно, потому что я как бы себя в своей голове представляю художником, но эта часть моей деятельности занимает меньше временные. Но это сейчас так? Да, ну мне хотелось бы, чтобы был перевес в сторону моей художественной сущности. А ты помнишь вообще момент... Мне почему-то кажется, что это важный момент для людей, которые рисуют, когда я могу сказать, что я художник. Вот ты помнишь момент, когда ты такая... Да. На самом деле я не помню этот момент, но я чётко помню, что ещё там пару-тройку лет назад мне... Я так себя не считала. То есть я не могла себя называть художником. Мне казалось, что это типа я... Нет. Вот она-то так, а я нет. Ну и, честно говоря, я очень плохо помню, в какой момент я отбросила эту глупую условность. Ну то есть это же ничего не меняет. Это же просто обозначение того, чем ты занимаешься в жизни, и что плохого в том, что ты называешь себя художником. Хотя присутствует некоторый такой момент, что я не могу себя назвать художником, пока я не сделаю что-нибудь особенное, художественное. Наверное, просто когда я стала больше заниматься чем-то самостоятельным, не проектами по учёбе, не рисованием в учебных группах, а просто немного самостоятельных произведений, которые я делала просто сама по себе, без чего-либо надо мной менторства. Слушай, вот интересно ты сказала, что это ничего не меняет, вот эта интересная тема, потому что я никогда себя как художника не воспринимала. Ну типа я закончила что-то, но что-то там рисовала. И в какой-то момент у меня появился друг, который часто мне говорил, мы обсуждали рисование, он там тоже что-то пробовал. Он такой, ну ты же художница, вот ты же можешь. И я каждый раз так как-то, я думаю, видимо мне всё-таки. И в какой-то момент я думаю, блин, а вдруг правда, ну допустим, представим. И короче, я заметила, что для меня это очень сильно поменяло моё отношение к процессу. С такого, знаешь, типа, ну я тут порисую, там чём-то на такое, в смысле, три занятия прошли, модель ушла, и я так это оставлю. Я так это не оставлю, это надо доделывать. Вот, и то есть для меня это как-то внутренне что-то всё-таки поменяло. Ну и в том числе, что я начала смотреть много вообще других художников, и это в свою очередь ещё больше дало какого-то, так сейчас надо слово «буст» каким-то русским словом сказать. Толчок. Отличное слово. Да, толчок. Вот, и, ну, видимо, видишь, у всех по-разному получается. Ну, не, наверное, внутренне-то действительно меняет, и как бы больше внимателен становишься к тому, что ты делаешь. Просто я имею в виду, что для окружающих людей то, что ты себя не хочешь назвать художником, ну, ничего не значит. То есть это непонятно, почему ты же там рисуешь, почему ты не художник. И, ну, вот в этом плане, что это стеснение какое-то странное, наверное. Ну, вот оно как будто такое, типа, а имею ли я право, да, сказать? Ну, да, ещё это кокетство такое, типа, ну, вот я тут порисую в уголке, но я же не художник, поэтому вы не судите, я же не художник. Ну, а вот сейчас как ты думаешь, вообще в какой момент человек может сказать, я художник? Наверное, в такой, в какой он подумал так. Когда пришло ощущение. А у тебя как было? Мне просто кажется, что тебя, я помню, я тебя встретила первый раз на набросках. Первый раз, когда пришла на наброски, на Дмитровскую, и там позировала Анна. Забыла я её. Эпическое. Я всё время почему-то эпичное, хочу сказать. Вот. И я ещё помню, думаю, какие наброски интересные. То есть для меня было вообще, как ты рисуешь, я прям... Я даже не знаю, как это вообще словами обозначить, то есть меня впечатлило. Я подумала, блин, ну это прям... И почему-то ещё я помню, что Кирилл, что ли, хвёл, и всё такие, ой, Полина пришла. Какой-то, я помню, такой вот, типа, Полина пришла. И я думаю, ну это какая-то прям художница пришла. Ну, могу сказать, что в тот момент я себе точно такова и не считала. Ну, а у тебя есть такой момент, что как раз-таки окружение тебя раньше начало эту ответочку давать? Ну, наверное, оно как минимум меня в этом поддержку, то есть у меня в целом вот этот момент такого кокетства и желания вызвать в свою сторону слова поддержки и чего-то такого, он у меня довольно сильный. То есть я знаю это качество, что я, ну, как бы чуть-чуть специально занижаю себя, чтобы вот... Ну, это не то чтобы какой-то злой умысел, это просто такая модель поведения, которая вот у меня сложилась с детства, наверное. И, ну, да, конечно, мне многие как-то меня всегда поддерживали. Я помню, что всё, что я делала, всё, что я делала в детстве, ходя в студию, всё, что я делала в институте. И дальше всегда люди меня очень тепло принимали, никогда я не слышала в свой адрес каких-то там комментариев по типу, что за ерунда. А, я помню, был один. Ну, может быть, было несколько, но один я точно помню. Это был мастер-класс Ливанова. А я, ну, я очень хотела, мне так нравился Ливанов, и вот эта вся, вот эта школа такая непонятная. Ну, ты пока не вошёл в эту их школу рисования в полиграфе и вот этой его теории. Я читала его книги, но я очень плохо понимала, о чём он пишет, но мне очень хотелось понять, о чём он говорит. Мне очень хотелось так увидеть, как он говорит. У него там есть разные слова. Ну, вот то, что мне точно запомнилось, это, что я могу наврать в цитате, но что там можно повернуть голову или как-то посмотреть на комнату снизу вверх, и как много всего изменится, что стоит перевернуть голову, и ты увидишь совершенно другой мир. Ну, вот я плохо помню цитату, я что-то всё додумала. Вот, но меня поразило, я думаю, ну как, ну как, ну я не понимаю. Вот я поворачиваю, я не вижу другого, ну что происходит? Я хотела к нему на мастер-класс. Вот, он был в простой школе, тогда ещё, наверное, в кружке скорого рисунка. Я пришла, у нас позировал натурщик на стуле, и он постоянно говорил о том, что мы должны рисовать шестюногое животное. И потому что натурщик един со стулом, и вы видите не человека в клетчатой рубашке, вы видите вот этого кентавра, вот эти пространства, да, между ножками, пространство вокруг, всё это объединяется в такую цельную ритмическую историю. Это какая-то тяжёлая тема про его школу рисования, очень боюсь, что кто-то из последователей слышит, что я всё наврала. Но это то, как я воспринимала. И я выложила, и там был такой просмотр, людей было очень много, прям супермного, в коридоре, на Дмитровской, не в мастерской, а в коридоре. Я помню этот коридор. Да, и всё было уложено рисунками, и Ливанов просто ходил, так оглядывал, ну он не давал таких прям комментариев по каждому рисунку, людей было много, он как бы старый человек, ему не очень всё это было легко, и он просто задерживался там, где ему что-то нравилось, и говорил вот здесь как классно, там, или, да даже не нравилось, но просто где-то он отмечал моменты, которые вот, и тут он остановился возле моих рисунков, и говорит, ну а тут что это вообще такое, клеточки нарисованы, и что-то он прям был расстроен, как я вообще ничего не услышала из того, что он воспринял его, Ольга так потихоньку отвела в сторону, я помню, да, запомнила это, очень расстраивалась. Ещё помню комментарий Никиты. Я просто когда сказала, что был один случай, я думаю, интересно, это тот или нет. Вот второй, да, вспомнила про Никиту. Да, но это у меня, ну как бы на самом деле, такие комментарии всегда очень сильно стимулируют, да, вот этот толчок, он как раз часто именно в таких. Вот интересно, кстати, я вспомнила, что у нас как-то Иван Григорьев вёл по карандашам занятия, и он перед просмотром сказал, ну вы как хотите, вас похвалить или покритиковать? И всё-таки покритиковать? Я думаю, интересно, вы выбрали критику. Ну все, ну обычно, вот мы даже сегодня обсуждали это с одной прекрасной художницей, как преподавать, ну то есть что нужно ли ругать или не нужно, и что ей там тяжело, и мне тоже очень долго. Тяжело ругать? Да, ну то есть я не могу, потому что это, ну вот это ощущение, что ты критикуешь человека, а не его работа, то есть он же всё равно это лично воспримет. Мне тяжело какие-то такие эмоции в людях вызывать, хотя там со стороны своего обучения я понимаю, как важно, когда тебе сказали жёстко или когда тебе сказали правду, как вот человек думает, он тебе сказал, но это очень классно, но это очень на самом деле отличается от преподавания, от преподавания, когда тебя преподаватель просто подминает под себя, да, когда он в целом просто не видит в тебе ничего, да, и просто хочет, там, не знаю, самоутвердиться или что-то, или просто вот свою какую-то линию гонит без конца и не видит ничего кроме... Это отличается от того, когда человек тебе сказал правду о твоих работах и сказал её без скидки на то, что вот она, наверное, обидится, будет плакать там три дня, а вдруг я её чувства нарушу. Ну, в общем, здесь какой-то баланс нужен. А ты встречалась с таким вот приминанием? Да. Когда была сама там училась? Да, ну, в Строгановке это есть. И как ты с этим справлялась? На самом деле, мне очень повезло, у нас на нашей кафедре, вообще кафедра у нас чудесная. Это кафедра керамики? Да. Там потрясающие преподаватели, и все, что у меня вели, на меня очень сильное оказали влияние, я всех помню, кто из них что именно мне дал. Ну, вот в самом начале, ещё на первом курсе был такой момент, особенно когда ты такое дитё, и преподаватель был достаточно жёсткий, и ты был к этому не готов. Но на кафедре построено таким образом обучение, что каждый год у нас меняется материал, меняется технология немного работы с этим материалом, и меняется поэтому преподаватель. То есть очень часто ты поступаешь в мастерскую какого-то препода, и у него учишься там четыре или сейчас четыре, да, четыре года. А у нас было такое, что мы каждый год переходим к следующему мастеру, и это было очень здорово на самом деле. Но вот это применение никак тебя не сломило? На самом деле, ну, я помню, что я воспринимала болезненно, хотя вот стоит сказать, что ко мне отношение, наверное, было лучше, чем ко многим в группе. И тут мне грешно жаловаться. Моей работы никто не топтал на просмотрах. А у вас такое было? Не разрушал. И вообще в целом преподавателю я сейчас имею очень тёплые чувства и воспоминания о ней, ну, вот о первом курсе. Ещё там был преподаватель другой тоже, достаточно жёсткий. Не находилось у меня контакта с ним, с мужчинами в целом. Всегда было сложнее контактировать. Но тоже сейчас я имею только самые лучшие воспоминания у всех этих своих. Просто, ну, наверное, сейчас оценивая, я думаю, что, может, это и не стоило так категорично с нами обращаться. Но у нас на самом деле всё-таки всё было достаточно лайтово. А ещё тут я вспоминаю такие моменты, когда рассказывают, как преподавали в Строгановке раньше. Слушай, вот… Очень раньше. И, например, такие скульпторы, как там Матвеев и какие-то его ученики, они могли просто прийти на просмотр. То есть скульптура, надо сказать, что скульптура на скульптуре — это не то, что ты делаешь на керамике, маленькие поделки. Ну, не в поделке, но в том смысле, что у нас-то это всё-таки довольно небольшие предметы, в них, может быть, вложено много мыслей и труда, но это какой-то объект достаточно такой небольшой. То на скульптуре это гигантский в рост модели, например. И вот ты её лепил весь семестр, одну скульптуру, выставил на просмотр. Приходит преподаватель с топором или с лопатой, и просто тебе… ну, он не разрушает её, он её делает лучше. Обобщает. Он её обобщает, как одна прекрасная наша знакомая уронила скульптуру на скульптурной практике и сказала, что, ой, ну, как здорово, она стала лучше. Ну вот, это про это. Ну, то есть человек приходит, и как бы тебе её достаточно может сильно вмешаться в работу, но ты увидел, что он сделал, почему это лучше, чем то, что сделал ты. Особенно в скульптуре нужны крупные решения. Ну, видишь, я просто думала об этом. У меня за четыре года обучения повезло один раз. Ну, то есть прям на третьем курсе была суперпреподавательница по рисунку, которая прям с душой, с чаянием. Ребята, только рисуйте. И вот прям мы с ней нарисовали, наверное, два раза больше, чем по программе планировалось. Просто мы вообще раскочегарились. И потом попали к другому преподавателю, который… классическая фраза «забудьте всё, о чём у вас учили, сейчас я вас научу». И я оглядываю… То есть он мог тоже, знаешь, там всё смыть, вмешаться, на занятиях не появляться, потом прийти всё тебе перемазать. И я думала об этом, насколько это вообще, как бы сказать, ну, правомерно, что ли, насколько это ок. И мне кажется, наверное, если у преподавателя… Вот как ты говоришь про жёсткую критику, которая обоснованная и которая не для того, чтобы тебе как-то там… чтобы человек сам утвердился, а он действительно тебе этим помогает, и он действительно… у него есть, что тебе сказать, куда тебя направить. То ты можешь эту форму воспринять, наверное. То есть, ну, окей, это справедливо, например. Может быть, не сразу, может, спустя время. А вот я так оглядываюсь, я думаю, и что это было вообще? Я потому что потом закончила… Я потом лет пять не рисовала, пока вот не нашла кружок, потому что мне запомнилось, какая-то лажа, вот это всё обучение, какая-то бесконечно выяснялась, что там у них какие-то кому часы, сколько дали часов, сколько не дали часов. И потом на просмотре вот это вот бывало, что, я не знаю, было у вас так или нет, когда накануне преподаватель заходил и там ходил кому-то, показывал, что подправить. То есть всё как-то так, в общем… Да, но на самом деле ещё, мне кажется, очень влияет авторитет человека, который это делает, потому что у меня вот так полностью не сложилась история с живописью из-за того, что у нас в Строгановке на кафедре общей живописи не было преподавателя у меня, может быть, их вообще сейчас там нет таких, которые бы… ну, которые… за которым бы ты хотел вообще слушать их. Они вот так себя вели, очень к нам небрежно относились. В общем, из-за этого с живописью у меня полностью не сложились. И когда мне там ставили тройки на просмотрах и ругали меня за ужасную живопись, мне это вызывало ничего. То есть мне не хотелось становиться лучше, мне наоборот хотелось, типа, до свидания, думайте, как хотите, вообще пойду полеплю лучше. Ну, хотя я живопись очень любила, до Строгановки считала, что я живописец. О, интересно. Слушай, если я хотел спросить что-то про хороших преподавателей, но я забыла. Возможно, мы… Возможно, вспомню, попозже спрошу ещё раз. Ну да, мне вообще очень повезло. Повезло? Всю дорогу. Да, со самых первых шагов все преподаватели… А, я вспомнила. Слушай, вот такой момент. Понятно, критика там… Ну, есть момент работы… Ну, я назову это формальной. В смысле, вот, керамика или там графика, вот, человек разбирает твою работу. Но вот ведь ещё в работе художника есть такие, как бы это назвать, ну, такие невесомые качества, ну, типа, чуткость внутренние отношения какое-то, там, умение смотреть, всякие такие тонкие вещи. И вот у вас во время обучения были эти моменты как-то? Говорили об этом или вообще они присутствовали? Ну, прям таких разговоров об этом я не помню. Ну, вообще момент вот этого импульса к созданию работы, да, ну, он такой очень сложный. И в ходе обучения это обычно там какое-то задание курсовое, да, которое построено на сборе материала, так называемом, поиске референсов. И ты, основываясь на увиденном, предлагаешь свой вариант решения задачи. То есть это никогда не были задачи на поиск тем внутри себя условно, да, ну, хотя на самом деле мне вообще в целом эта тема тяжелее, чем формальный подход. Это очень неожиданно, кстати. Да, ну, потому что для меня оно как-то, ну, наверное, это хочется дальше развивать в себе, да, какие-то темы. Ну, они, возможно, просто они как-то окрашивают то, что я делаю, считая это формальным подходом. То есть я задаю себе какую-то тему, но так как я же не делаю её как машина, я в любом случае её решаю. То есть я же отбрасываю какие-то варианты, мне же приходит много вариантов в голову, но я делаю выбор в сторону чего-то. И вот этот момент выбора, он, наверное, является отражением меня как, вот, не знаю, личности или ещё как чего-то. Вот, и я помню, что у нас просто всегда было, ну, вот в институте разбирают твои работы на занятии. Ну, да, обычно оценивают именно там формальные качества, но всегда ещё оценивалось количество твоей работы, да, там, сколько ты сделал, но и всё-таки очевидно, что если работа сделана пока плохо, условно, или даже мало времени потрачено, но в ней есть что-то, вот эта невесомая какая-то идея, какая-то индивидуальная, может быть, просто невидимая, невиданная до этого, да, какой-то суперсвежий подход к решению задачи, который там за десятки лет, что люди делают одни и те же задачи, вдруг человек придумал что-то совершенно своё. Ну, всегда, конечно, это отмечается, хочется мне так думать. Ну, вот как я вспоминаю, по моим работам, как всегда шло обсуждение с преподавателями, они всегда были за какие-то нестандартные решения. Я даже всегда переживала наоборот, что там у меня всё слишком как бы правильно, а вот у других, те, которые троечники, у них там вообще что-то прекрасное, шикарное, что-то своё. Вот, но у нас, по-моему, были очень чуткие преподаватели, как-то, не помню я этих специальных разговоров, но это же какие-то неформулируемые сущности. Да, я сейчас просто читаю эту книжку, знаешь, почему нельзя научить искусству. А, да. Знаешь, розовенькая такая. Да. Вот, и там... Я не смогла её читать. Да, почему? Я просила её вначале. А я, знаешь, такая посмотрела, какие там главы. Там сначала история вот эта вот такая обширная, как вообще шло обучение искусству в разные эпохи, а потом там вот тут уже что-то именно про образование сейчас, чему нельзя научиться в художественной мастерской, ой, какие аспекты выпускаются, он, например, приводит всяких диалогов преподавателя со студентом. Там уже потом... Я где-то проскочила, может быть, эту историю, думаю, потом и к ней вернусь. Мне интересно было вот именно... И там у него где-то было такое, что непринуждённые беседы в аудитории очень важны для... Да. Ну я не знаю, кстати, я просто... Вот предусхищаю, у меня ещё будет вопрос к тебе, но я предусхищаю, вот скажу, оглядываясь сейчас, вообще назад, я понимаю, что вот сколько, шестой или седьмой, я не помню, год в школе нахожусь, естественно, я же рисовать пришла изначально. И я понимаю, что вот то, что было раньше, ну ладно, там, хорошо, чему-то я там научилась, но на самом деле действительно рисовать и вообще действительно как-то в это погрузилась, я здесь, уже в школе, находясь. Вот. И у нас просто такие беседы, они, наверное, ведутся в основном вот у нас где-то между собой, может быть, между сотрудниками, или там мы можем что-нибудь посидеть с Димой или с Михаилом Марковичем. Собственно, почему мне к какой-то моменту пришла эта мысль, что клёво было бы сделать подкаст, потому что мы-то между собой можем поговорить, а на занятии это будет некогда, потому что нам много чего успеть, ну и так далее. Ну да, на самом деле вот у нас такой довольно жёсткий темп в проведении занятий. Интенсивный, да? Ну да, интенсивный, и плюс у нас, ну, например, есть графическая мастерская Димина, где таким разговором место есть, потому что мы уже давно знакомы, обычно это происходит на просмотре, то есть мы смотрим работы. Ну да, ну и в человеческих группах тоже, мне кажется. Ну да, я просто хожу в граф-мастерскую иногда, не очень часто, а хотелось бы чаще. Ну вот, просто так как там давно сложившийся такой круг людей, там может быть место подобным каким-то размышлениям, особенно на просмотре, а на занятиях просто, на курсах, такого, конечно, просто не возникает тому, что нужна определённая степень доверия там между людьми. Но ещё успеть нужно многое. И успеть многое, да. Конечно. Так вот, как ты, ну, сейчас, наверное, ответ будет очевиден, может, не знаю, но что ты думаешь? Мне кажется, людей волнует, которые к нам ходят в том числе. Обязательно ли заканчивать какое-то учебное заведение, вот прям такое, там, академию, институт, чтобы стать художником, и, может быть, не только художником, как вот по жизни, а вот действительно в профессиональном смысле? Я думаю, возможно, но это требует... Возможно, не учащь в таком заведении стать. Не учащь в ВУЗе, да, пока ты... не получать высшее образование, условно. Да, я думаю, это возможно, таких примеров очень много, но это предусматривает то, что ты обучишься где-то ещё, то есть есть же варианты, не обязательно ВУЗ заканчивать, можно найти мастера и учиться у него всю жизнь, можно попасть в среду какую-то, в которой все рисуют, и кто-то вот прямо из любимых мной художников не имеет вообще этого... Кто это, интересно? Сейчас у меня вылетело полностью. Ну, вспомнишь, скажи. Интересно. Да. Ну, я думаю, это возможно, просто нужно... Я, возможно, сейчас совру. Нет, лучше не буду врать, потом проверим. Мы потом, если что, там ничего-нибудь подпишем, может. Нет, не хочу. Вдруг я полностью ошибаюсь. Не буду. Вот. Ну, это, конечно, возможно, но нужно быть включённым всё равно в эту среду и получать эти знания где-то ещё. И плюс, ну, это очень много работать. Можно же закончить ВУЗ и не быть художником. Кстати говоря, да, это правда. Это очевидно. Это правда, да. Очевидный факт, что главное — это то количество работы, которое ты совершил в течение жизни. Ну, будешь там, Миш, там, наверное, что удобнее, что система уже вот эта вся выстроена. Хотя, может, и предметы есть, которые... Нет, ну а что? Ну, допустим, вот... Но Никита всё время говорит про историю искусств, например, что в Строгановке отличный был курс истории искусств, и очень всё так системно, и всё классно. Это действительно очень важно. Вот без истории искусств действительно очень тяжело стать художником, потому что ты просто не... Ну, во-первых, это даёт гигантский багаж образов всего того, что вообще было. Ты как бы, наверное, погрузиться в эту ситуацию глубже всего можно именно через изучение истории. Ну и... Да, вот истории... Ну, очень же часто там ты попадаешь в мастерскую художника, и он с тобой постоянно обсуждает историю искусства. Он тебе не даёт никаких лекций, да, не даёт тебе системы, вот как она проходит в ВУЗе от древнего искусства к современному, относительно современному, не совсем. Но он в любом случае с тобой постоянно говорит о других художниках. Это же невозможно быть художником, будучи выключенным из контекста. Да. Ну, ты сейчас говоришь, у меня с Михаилом Марковичем такое ассоциируется, прежде всего, потому что он очень много... Когда вот пишешь или там... Смешно было, недавно мы писали Ирину в «Зелёном». А у меня сейчас время любви к Банару. Я посмотрела, я сфоткала работу, пришла такая домой, открыла книжку Банара, посмотрела на фотку работы, думаю, боже, какой ужасный, зелёный, однородный. Я говорю, Михаил Маркович, мы такой же зелёный, однородный, такой одинаковый. Он мне говорит, так тоже его не искала. Вот смотри. И достаёт там телефон с 30 тысячами картинок всяких. Ну, и телефон. Если приходишь в мастерскую к художнику, это всегда минимум один стеллаж, а может даже полмастерской, заставленный книгами. И это очень действительно важно. Вот у нас, на самом деле, что могу сказать про себя? Это что Дима и музей рисунка, который он начал, ну, это ровно вот такая библиотека в мастерской. Это собрание работ, к которым ты всегда можешь обратиться. В любой непонятной ситуации ты обращаешься к людям, которые что-то сделали для тебя. Вот живописи не хватает. Ну, музей живописи, кстати, был. Да, он есть, я не знаю, правда, ведут ли его или нет, интересно. Но вот мы когда писали летом обнажённую фигуру, и мне так стало интересно, как вообще кто когда в жизни это делал, и просто по Инстаграму там стало лазить. У Михаила Марковича скинул там 700 каких-то картинок. Кстати, очень многие музеи оцифровывают коллекции, и даже очень часто они, там, тот же Метрополитен музей, ну, у него, а, Виктория и Альберт, у них там большая коллекция декоративно-прикладного искусства, и там можно сортировать именно, ну, не только по периодам, да, по странам, но и по виду изделия, условно. По жанрам можно, интересно? Там фигура обнажённая или что-то? Ну, там просто декоративно-прикладное в основном, ну, в принципе, я думаю, что можно. Очень многие музеи, у Рейх музея, всегда я признашу, надо будет ссылки, нам будет дать внизу. Да, ну, зарубежных музеев точно. У Эрмитажа, между прочим, коллекция декоративно-прикладного искусства оцифрована на 100%, потому что, ну, не вся, я думаю, но там много. Просто я говорю по декоративно-прикладному, потому что это то, что я знаю наверняка, это то, что я искала, и с чем я имела столкновение. Слушай, ну, а ты же ещё ведь читаешь много, как я поняла, ну, просто наблюдая за тобой, что мы что-то обсуждаем, и ты читаешь много автобиографий всяких, книги про художников. Ну, не очень много, но стараюсь читать, это тоже же очень полезно. Вот что тебе это даёт, расскажи. Ну, как минимум, это даёт погружение в состояние, ты же чуть-чуть себя ассоциируешь, когда читаешь, особенно если это автобиография, она ведётся с первого лица, или, например, интервью такой длинной в книгу, ты чуть-чуть себя ассоциируешь с тем человеком, который рассказывает. Ты как бы на себя примеряешь вот эту жизнь, и поэтому ты сильнее погружаешься погружаешься в состояние того, что ты художник, как это может выглядеть, и это всегда очень сильно вдохновляет на самостоятельную работу, потому что ты же как бы уже побывал в этом состоянии, и ты хочешь его продлить, или ты хочешь его там обогатить своим опытом, хочешь тоже, чтобы с тобой всё это произошло, или сначала это, наверное, тоже что-то такое инстинктивное, что хочется повторить, условно воспроизвести самому то, что ты прочитал. И обычно у меня это принимает довольно лёгкую степень, как это называется, забыла слово, но, в общем, не то, чтобы я прямо начинаю маниакально, не то, чтобы у меня раздвоение личности начинается, ну, это такое какое-то минимальное вложение, но ты как будто чуть-чуть, чуть-чуть себя изменил, вот, и что-то вот привнёс. Что-то прожил ещё. Я просто думаю, что это такой, наверное, неочевидный момент, что чтобы развиваться в рисовании, это не только рисовать, и не только вот изучать что-то прям, иногда это может быть просто почитать. Блин, а есть, знаешь, что-то сейчас скажу? У нас же не статья, там сколько-то советов, Лесли Барани, по-моему, зовут, агент, он агент какого-то известного художника, и там у него, по-моему, 22 пункта, как стать художником. И там есть очень разные советы, от такого, что пока вы не можете нарисовать портрет любого человека, вы как бы не художник. Я не художник. И заканчивая, сейчас к этому вернемся, и заканчивая какими-то такими неочевидными вещами, но, знаешь, может быть, иногда музыку послушать просто, на концерт сходить. Да. Вот такое всякое. Это правда. Прочитать автобиографию. И у нас как-то был вопрос, сейчас я ещё прям чуть-чуть скажу, просто был вопрос какого-то нашего подписчика, что делать между курсами «Ни фига не рисую». Как рисовать то, что там он боялся, что не получится или что? Может быть, читать автобиографию — это ответ. Да, и слушать музыку. И слушать музыку. И гулять. вообще закончила музыкальную школу. Да. То есть ты параллельно и рисовать училась, ну, ходила в студию, и ходила в музыкалку. Да, я ходила в студию балета, в студию рисования и в студию музыкальной школы. А как получилось, что именно пошла ты потом в рисование? Ну, вот тоже как-то сегодня был у нас такой разговор, что музыкальная среда гораздо более жёсткая, и там очень гораздо более жёсткое отношение к ученику. И у меня была прекрасная учительница, и я отношусь к ней с большой любовью. Честно, без всего. Но это было жёсткое образование. Она била тебе линейкой по рукам? Она меня линейкой... Линейкой не помню, но это всегда было введение меня в состояние некого эмоционального, вот слишком сильного для меня состояния, которое я не хотела повторять. И хотя мне очень нравится музыка, и мне нравилось играть, но я думаю, что это повлияло, что я просто выбрала рисование, потому что, когда я приходила рисовать, я чувствовала себя просто каким-то божеством. Мне было так хорошо, и было очень здорово, и меня там все хвалили. И я думаю, да, приду ещё за этим сахарком. И это, кстати, тоже был очень забавный момент, что в детской студии меня ужасно хвалили, какая я гениальная. А потом я пришла поступать в Строгановку, где меня просто... Да, достаточно сурово сказали моей маме, что девочка с таким рисованием никогда в жизни не поступит никуда. А ты об этом знала, что так сказали? Да, я слышала. Вот у меня был похожий момент. Скажи, как ты отреагировала? Интересно прям. Я расстроилась. Ну, конечно, это не свержение тебя с высот, но это, я думаю, это как раз один из таких моментов, которые, ну, по крайней мере, может, я настолько сильная личность, что меня такое не... Ну, то есть я помню, что я приунывала, но я думаю, ну, а как же так? Ну, я же хочу поступить. Ну, значит, надо вот, значит, надо. Можно сказать, что тебе это в некотором смысле даже... Ну, я вот не помню, честно, я не могу соврать искренне, не могу честно ответить, что я почувствовала и что я подумала, но помню, что просто... Я не подумала, что раз они так говорят, значит, я никогда туда больше не вернусь. И я не подумала, что раз они говорят, я им докажу. Такого тоже у меня обычно не включается, честно говоря. Ну, не помню. Видимо, как-то там что-то произошло, но в целом я расстроилась. Ну, мы поняли, что надо заниматься по-другому. На самом деле тут вся система академического рисования очень сильно построена на том, рисуешь ли ты в духе этой школы или нет. И, ну, скорее всего, у меня рисунок действительно был очень слабый. Это без шуток. То есть сейчас, конечно, и таких людей берут, даже, наверное, без конкурса с таким рисованием. Но в тот момент, конечно, были гораздо более сильные ребята. Может быть, даже они без там... Ну, в общем, у меня действительно было такое очень детское рисование вот из художественной студии. Ну, в общем, для вуза уровень недостаточный. Это честно. А ты, получается, как? Ты пошла поступать, не получилось, ты ещё готовилась и ещё раз поступала. На самом деле там была такая ситуация, что ты приходишь с уроком... Я не знаю, как сейчас, но тогда было так. Ты приходишь, такой специальный день консультации для абитуриентов, на твои работы смотрят и говорят, можешь ли ты в этом году подавать документы или нет. Но вообще все приходят заранее. Типа мы... Я в девятом классе, наверное, пришла или что-то в этом духе. А, то есть ты пришла, тебе сказали, ты такая классно готовишь дальше. Да, мне сказали, что вам надо пойти на подготовительные курсы к нам. На самом деле это... Любой вуз имеет подготовительные курсы, и они, конечно, на него должны набрать людей. Они платные, на них надо набрать людей. И вот, да, меня отправили на эти курсы. Год я там позанималась. Вошла в систему Строгановки. Узнала, что, чтобы поступить, курсов недостаточно. Нужно ходить к специальным строгановским репетиторам в их мастерские, и тогда ты поступишь. И я всё равно не поступила. Ну, точнее, после курсов я не поступила. И я пошла работать с лаборанткой, и вот тогда я узнала, что нужно ходить в мастерские. А, понятно. Ну, то есть ты, получается, на второй раз поступила? Да. Ну, она сказала, что первый раз я поступала на интерьер, а на второй на керам. А почему ты изменила? А потому что я познакомилась с людьми, которые мне сказали, «Полина, не ходи!» Да, это был очень классный год. Слушай, а ты сейчас сказала, что… Ты сказала, что сейчас, может быть, людей с такими рисунками берут, а как-то уровень понизился? Да, я думаю, понизился. Интересно, я сегодня просто разговаривала, у нас есть одна посетительница из другой страны, из европейской, из Швейцарии. И она всё время говорит, она мне говорит сегодня, «Боже мой, Инна, я там себя чувствую звездой просто, я там звезда рисования». Я приезжаю сюда и такая встречаюсь с реальностью, так приосаживаюсь, думаю, господи, сколько прекрасно рисующих людей. Ну, и потом еду обратно, мы звездой. И это как бы противоположно тому, что ты говоришь, что уровень падает. Ну, именно я говорю, наверное, про Строгановку. И, ну, мне кажется, сейчас как-то, я не знаю, может быть, сейчас тоже такое есть. Просто я помню, что, ну, вот даже то, что мы рисовали по сравнению с теми, кто заканчивал до нас, у нас уже как будто был. Просто чуть-чуть падает и вовлечённость преподавателей, плюс программа не меняется, плюс она просто становится какой-то бессмысленной. Вот то, что касается рисунка академического. То есть ребята, я думаю, очень классно рисуют, как самостоятельные графики для проекта делают великолепные вещи. Да, у нас есть очень хорошие кафедры дизайна графического, мебели, керамика. Вот. И там, ну, они действительно хорошие, и все здорово рисуют. Но то, что касается академической, это же чуть-чуть другой. Это, кстати, неочевидная вещь для людей, которые не учились в таком ВУЗе, что рисование, академический рисунок никак не связан с тем, чему ты учишься по специальности. А почему так? Это такая отдельная сущность. А как так получилось? Почему? Ну, потому что это изначальная система, в которой не существовало 3D-моделирования компьютеров, и ты должен был руками изобразить ту форму, которую ты потом создашь в объёме, или руками сделать чертёж проекта, интерьера, или среды, или машины, или чего-то ещё. И, ну, на самом деле, это действительно важное знание, вот того, как устроена форма, и как её изобразить вот теми методами, которые даётся в системе строгановской. Это действительно классное знание. Просто оно, ну, оно совсем оторвало. Вот эту связь тебе никто не скажет. Тебе никто не скажет, что ты рисуешь сейчас голого человека, некрасивого, неинтересного. Ну, я не к тому, что люди некрасивые. Ты так это воспринимаешь, когда ты студентка, а тебе старого натулшица поставили. Ты такой, ма-а-а. Тебе никто не скажет, что ты должен сейчас научиться рисовать кисть. Ты должен понять её устройство, потому что ты знаешь, что любой там объект, который ты потом создашь, да, он там связан с анатомией руки. Если ты хочешь делать, ну, что-то связанное там с роботами условно, ну, ты же должен понимать то, как механика предмета отображается на его пластике. И ты должен знать средства, которыми ты это изобразишь. Ну, что в рисунке помогает тебе, зрителю объяснить в точности, как ты хочешь, то, как эта форма работает. Это же такие... Ты же делаешь проект не чтобы создать красивую картинку. В Строгановке ты делаешь проект, чтобы потом это был реальный предмет, реальная среда. То есть это что-то существующее в материальном мире. И, ну, вот эта разница довольно сильная между Строгановкой и другими художественными вузами. И вот эту связь между твоим проектом и академическим рисунком, она, по-моему, очень сильно нарушена просто, потому что ты их, когда учишься, воспринимаешь как две отдельные сущности, и причём рисунок тебе скорее костыльи вставляет в твою жизнь. Ты там хочешь проект хорошо сделать, а тебе надо сдать три обнажённые модели к концу семестра. И тебе неинтересно, скучно. Ну, а эту связь, про которую ты говоришь, конечно, хорошо сказала. Ты её уже потом осознала? Я думаю, что мне помогла встреча с ребятами из кружка скорого рисунка на первом же курсе, даже во время лаборантства. Я ходила на наброски, и, ну, я не знаю, во-первых, конечно, мы много общались, и в рисовании мне всегда помогали Дима и другие. И я думаю, что это так как-то произошло. Во-первых, просто интерес к рисованию включился благодаря этому. Хотя он всегда был, но ты как-то приходишь, а тебя этот карандаш так отпугивает, и тебе так скучно. А потом мне вдруг открывают, что это тоже интересно. Полина. Так, 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 так. А подожди, сейчас попросить-то я тебе хотела, что самое главное. Музыкальную школу ты закончила. Вот сейчас для тебя что это даёт? Как для человека рисующего, как для художника? Ну, я так, как я сейчас воспринимаю, наверняка буду хохотать уже, когда буду слушать, но это как будто бы, ну, ты как будто бы понимаешь вот это что-то общее, что есть во всех искусствах, какое-то зерно вот этой человеческой сущности, которая проявилась. Ну, это же не важно, где она проявилась, там, в готовке или в произведении музыкальном, или, там, в чём-то ещё. Ты же чувствуешь вот эти моменты, и они просто очень обогащают твоё восприятие мира и всяких разных других вещей. И вообще, это на самом деле, так, по-честному, это просто ужасно же приятно. Это же какая-то... Ну, как много вещей можно назвать в жизни какими-то безоговорочно суперприятными. Не очень много, мне кажется. Очень часто это ты должен или усилия совершить, или рутину какую-то вот соблюсти некую, а, там, поход на выставку, прослушивание музыки, особенно живой, это же абсолютное счастье. Слушай, красиво сказала, вообще не смешно. Да? Да, очень красиво. Ну, то есть не то, что красиво, даже не красиво, а прям вот, знаешь? Ну, я точно, но особенно вот если попадаешь прямо на что-то очень в тебя действующее, то это абсолютное счастье, ничем несравнимое. Вот мой любимый пример из последних, это как на выставке в ГЭС-2, надстройки 2 или 3, ну, вот та, что была недавно, по-моему, она закончилась, в этих контейнерах. Вот ты ходишь, и ты получаешь, там, идея в том, что ты получаешь вот это разностороннее впечатление из разных видов искусства как единое некое художественное высказывание. И ты сначала восхищаешь, думаешь, да, чёрт возьми, я же тоже чувствую эту связь между всеми искусствами, между музыкой, живопись там, все они связаны. И ты ходишь, и ты чувствуешь, потом немножко устаёшь от слишком сильного количества вот этих эмоций, а потом вдруг в одном из залов ты оказываешься перед картиной Бэкона, и ты думаешь, господи, так вот зачем вообще я тут существую, чтобы воспринимать прекрасное искусство. Как же это хорошо. Да, чудесно. Я просто очень люблю. Аня, почему-то ещё сейчас ты говорила про ГЭС, я вспомнила ещё про... Ну это про музыку уже, конечно. Зал Вагнера? Какой зал Вагнера? Что за зал Вагнера? Ну там был этот отсек с Вагнером. А, нет, я имела в виду, знаешь кого, ребят, которые играли в ГЭСе. А, да-да. Я забыла, как они называются. В Ветховене. Они называются... Квест-мьютика. Короче, Квест-мьютика. Да, Кирилла Чижевского. Да-да. Оркестр. Кстати... Красиво, конечно. Мне впечатлилось на этом концерте быть дважды в ГЭСе. А, да, и в Зарядье. Да, и очень было для меня неожиданное ощущение, какое-то, наверное, субъективное, что в ГЭСе лучше прозвучала седьмая симфония из-за масштабности и гигантности зала и всего такого. Хотя там вроде как был не очень хороший звук, ну, что-то говорил такое. Мне понравилось. А в Зарядье очень здорово прозвучала вторая. Вторая же была, первая. Да, вторая, да. И седьмая потом, да. Да, вот. При том, что первый раз на концерте я её немного пропустила, чуть-чуть улетала куда-то мыслями, а в Зарядье я прям офигела от красоты музыки. Было чудесно. Слушай, а вот ещё, знаешь, это мне чисто интересно. Я помню... Я не помню, чего мы делали конкретно. Что-то было про фигуру, рисование фигуры. И ты как-то сказала, что тебе перестало быть интересно рисование фигуры как таковой сама по себе. Вот, может быть, сейчас немножко вру, но что ты в таком ключе? Ты говоришь... Ну, я, да, в какой-то момент потеряла смысл этого рисования, потому что, когда ты часто ходишь на наброски, ты входишь вот в эту регулярный ритм, повторяющийся, тебе понятный, что ты рис... При том, что на набросках для меня есть проблема в том, что они очень быстрые. То есть я не понимаю, зачем я рисую такое количество этих рисунков, потому что они у меня потом никуда не двигаются. Какое-то время я рисовала очень много фигуры, и я прям чувствовала в этом обязательную потребность, потому что я ещё работала со скульптурой, например. Ну и плюс мне нравился результат как графика конечная вот у этих листов. А потом тут же ещё начинается некий самый повтор, и либо у тебя есть силы на то, чтобы преодолеть это, выйти куда-то в новое русло в этой истории, либо ты просто теряешь интерес. То есть я уже этого сделал кучу листов, зачем я делаю это дальше, нет ответа, для чего их продолжать. Поэтому, да, на какое-то время вот у меня пауза с обнажённой. Но она всё ещё, ты в паузе пока что. Да, я пока что, вот у меня было какое-то желание довольно сильное пойти с гуашью на наброски, когда мы открыли выставку Мавриной, и я обожаю эту художницу, и мне так захотелось, но я так и не сходила, потому что так и не нашлось у меня времени, и ну поэтому пока это не продолжилось. Сейчас тут момент, тут могла бы быть нативная интеграция с галереей и на Артибус, но мы с вами скажем без всякой интеграции, что у них отличная выставка Маврины сейчас идёт. До какого-то июня, по-моему. Я не помню точно. Короче, кто в Москве, прям стоит сходить. Обязательно. Но там выставка её пейзажей, её городских, я не знаю, как назвать, но это как бы графика, но там настолько сильно всё про цвет, что ужасно грустно за вот это разделение на графику и живописи посредством материала. Слушай, я вообще в последнее время почему-то часто думаю о том, что, ну мы всякие анонсы пишем там для курсов, и иногда я думаю, господи, какое же всё-таки иногда бывает вот это искусственное какое-то разделение, либо какое-то, даже не только графика и живопись, а просто нам нужно объяснить, зачем это делать, и вот как это разложить по полочкам, и само это раскладывание, оно в принципе немного искусственно, но это, наверное, всей жизни касается, что люди всё время пытаются как-то себе вот объяснить, всё, надо это разложить, хотя в жизни его нету, жизнь просто хаотична, вот всё происходит, и то же самое здесь. Ну да, но если будет хаос, ты никак им не будешь управлять. Да, но знаешь, просто иногда вот у Михаила Марковича, то есть вся работа, вот мы пишем там постановку, да, что написать в программе? Ну мы пишем, то есть там вся работа происходит вот в этот момент, то есть ты ищешь цвет, там происходит целая жизнь за это время, но что мы пишем в программе? Пишем первый натюрморт, всё, что ты ещё что-то напишешь, берёшь краску, то есть сложно надо было это писать. Ну вот мне кажется, что поэтому очень мало школ, наверное, в которых вот было бы такое подробное описание программы, того, что ты будешь делать. А у нас подробные, да, ещё всё-таки? Ну конечно, мы вообще это всё расписываем пошагово. Я вот когда пишу задание, я по минутам стараюсь себе расписать, чтобы не потеряться, а то я знаю, как этот хаос меня захватит. Ну и я почему-то думала, что как-то особо так и не смотрела, конечно, прям тщательно, что это как-то более-менее... Ну я, может быть, смотрю больше часто на сайт другие, не художественные школы, а там всякие другие направления, но вообще, мне кажется, в целом, вот я когда после пяти лет не рисования стала искать, где порисовать. И я сначала какие-то школами там подворачивались, господи, какой-то ужас. Во-первых, понятно, что коммерция, то есть прям понятно, и там всё вот это, вот вы получите то, то, всё, то, пятое, десятое. Да, поэтому я не подумала. И плюс ещё я даже попала на какой-то мастер-класс по рисованию, прости господи, акварельных пончиков, ну не космических пончиков. А что? Ну там, знаешь, все рисуют одну картинку вот эту, я сижу и думаю, Инна, ты куда-то не туда попала. А там все остальные пришли, люди вообще не рисующие, для них это, конечно, вообще клёво, акварелька течёт, восторг, пончики у тебя в космосе. Я думаю, боже, какой ужас. И потом мне YouTube, дай бог ему здоровья, меня подвернул Рыжкина лекцию «Ружка скорого рисунка», и я такая, господи, нашла этот ЖЖ, и я думаю, наконец-то трушные художники, немного на сложных щах, но трушные. Я, наверное, месяца два только почитывала и не ходила. Так я к чему веду-то, собственно, что вот это вот вокруг подача современная, вы научитесь почёт всех художников, она так портит всё. Мне кажется, что люди же привыкают к этому, что им что-то пообещали. И это, конечно, тяжело. Но, с одной стороны, просто я-то оцениваю скорее художественные школы условно-детские, то есть это считается, что вообще ты, когда взрослый, ты пошёл учиться рисовать, ты что, сдурел? Ну, как-то так раньше, по крайней мере, считалось, по-моему. Ну, то есть я не могу себе представить, чтобы мои родители в свою молодость, будучи в моём возрасте или когда им было по 20 лет, решили бы пойти куда-то учиться рисовать. А если бы они решили, я не уверена, что у них была бы такая опция. Ну, сейчас, мне кажется, знаешь, немножко по-другому в этом смысле отношение стало. Ну, сейчас, да. Ну, просто вот те, которые детские, там, конечно, ну что, школа рисования, и так всё понятно, что вы будете делать, вы будете рисовать. Ну, чего вы ещё хотите? Да. Да-да-да-да. Ну, вот, и, кстати, я думаю тоже постоянно про эту структуру, потому что мне это тоже кажется, что она всё портит. Она не способна вместить это, что я хочу. Необъятная. Да, ну вот я про керамику думаю. Для меня это сложнее всего, придумать структуру занятия по керамике. И я до сих пор не пришла, на самом деле, к какому-то решению, как это должно выглядеть, потому что ты либо в рамках, где ты учишь слепить конкретный предмет, потому что если у человека нет вообще техники, если он вообще никогда в жизни ничего руками не делал, то, конечно, говорить ему какие-то там сложные задачи на поиск формы просто глупо. Ну, то есть он ещё с материалом не сталкивался. И поэтому вот этот, ну, как бы как сделать курс или мастер-класс, где ты получишь и технику, и при этом ты не будешь копировать или не будешь делать что-то очевидное, какое-то шаблонное, вот где это, где это пересечение? Сложно нащупать. Да. Но тоже при этом, помнишь, мы делали всякие… Я недовольна. Недовольна? Потому что, я думаю, вот есть одна студия керамическая, которые делают прям такие мастер-классы, слепи вазу такую конкретную, ну, может, там у каждого на своя получится, но ты даёшь технологию лепки чёткую. И это очень важно. Почему? Потому что человек точно получит эту вазу домой. То есть у тебя настолько отлажена технология, что не будет никаких сбоев. Он точно сделает её и точно заберёт. А когда ты пытаешься… То есть это же нет проблемы, если человек решил ходить год-два просто в мастерскую. Это есть проблема короткой дистанции, что если человек хочет получить вот этот финальный результат, а ты как преподаватель не хочешь расстраиваться, что всё не получилось, ему нечего забрать, там он приходит за работой, а у меня весь ангоп отскочил от глины, хотя у меня такое впервые. Я с этой глиной, этим ангопом, этой глазурью сделала кучу ваз, я сама. Но как только человек приходит на мастер-класс и их делает, вот фигня. Поэтому нужно именно с людьми отточить эту технологию, а это может только на повторяемой предмете. А, это получается, что это именно из-за короткой дистанции? Ты должен… Как бы вот, они все слепили такие вазы, какие хотели, у половины у людей всё отскочило. Ну, это же один раз было такое. У тебя же было мастер-классов-то много, там и тарелки были, и вазы, я даже ходила на вазы. Ну, всегда бывает такое, что происходит подобная вещь, и очень просто… Потому что это неправда говорить на мастер-классе, что «Ой, в керамике 70% брака, вы, может быть, и не заберёте». Ну, то есть, это не совсем так. Если технология нормально соблюдена, то всё получится. Это не то, чтобы прям какой-то 50 ставлю в печь, 50 на 50, взорвётся или нет. Нет. Ну, до определённой степени ты знаешь. Почему же тогда некоторые всё равно скалываются? Ну, вот, недостаточно отлаженная технология. Без поправки на то, что человек без опыта будет это делать. Что думаешь с этим делать? Пока вот я вписалась в одну историю, не знаю, получится у меня или нет, ну, вот, какой-то мастер-класс я придумала, должна провести его завтра, не знаю, что будет, но посмотрим. Вот расскажи потом. Если вы увидите потом анонс мастер-класса керамического, значит, мы отладили технологию. Полина отладила. Слушай, а ты сейчас керамикой сама занимаешься? Очень мало. Да, очень страдаю. В мастерской там, да, с Дашей вдвоём? Да. Ну, а что последнее ты делала? Я слепила вазу, мне очень хотелось её сделать, и я её сделала, но до сих пор, вот она почти месяц у меня стоит, не покрытая, ну, обожжённая на утиль, и стоит, пока ждёт меня. То есть, ну, ваза пока не доделана, и, ну, конечно, это ужасно глупо, быть художником, который производит одну вазу в месяц, дай бог. Ну, потому что же другие роли отъедают. потому что другие роли отъедают. Ну, даже не знаю, как бы, есть у тебя план вернуться в большей степени? Да, конечно, я очень хочу. У тебя же выставка была в прошлом году? В прошлом году? Год назад, почти ровно, почти ровно, в тот же день. С рельефами вот этими. Да. Ну, главный затык, почему я не могу просто так сделать, это то, что я не уверена в том, что мне действительно этого хватит, ну, что мне действительно будет хватать жизненного наполнения, если я буду замкнута работать в своей мастерской. А у тебя были такие периоды, когда ты только в мастерской работала? Да, были такие периоды. И как? Они всегда приводили меня в какие-то места с другой деятельностью. То есть мне всегда начинало становиться очень уныло. Ну, в смысле того, что мне очень не хватало какой-то отдачи от общества в любой форме. только керамикой занималась или там рисование тоже, живопись, всё такое? Да, да, рисование, и живопись. Просто когда, ну, вот, видимо, я такой человек, или ещё не доросла, или просто во мне мало слишком творческих сил, чтобы мне хватало своего творчества для того, чтобы я чувствовала полноценную жизнь. А много таких, ты знаешь, людей вообще, кто только этим живёт? Ну, на самом деле, немного, я думаю. то есть, на самом деле, это ты либо живёшь только этим, либо ты не в полной мере всё-таки такой прям серьёзный художник. А преподавание? Художник. Ты же преподаёшь почти всё время. Ну, в тот период просто его было достаточно мало преподавания. Вот сейчас я думаю, что, наверное, это может как-то компенсировать отсутствие общения, когда ты работаешь только в мастерской. А как тебе вообще преподавать? Ты уже сколько? Ты давно это делаешь? Наверное, давно. Уже сколько-то? Много лет? Ну, по-моему, в 2017, может быть, году я начала. То есть, ну, не очень много, но... А в 7? 7. 2023 сегодня год? Ну, может быть. Ну, седьмой год пошёл, я такого уже округлила просто. что-то я подзабыла, честно говоря, точную дату начала, ну, возможно, с 17-го года. Но в 18-м я точно уже вела онлайн-курсы, ботанический онлайн, по-моему, был какой-то первый у меня. Вот. Мне в целом нравится, это очень интересно. Но это тоже стресс в целом, наверное, как и любая деятельность жизни вызывает. Да? Почему? Ну, ну, потому что особенно вот в случае с простой школой и с короткими курсами, это всегда такой достаточно сильный вклад в каждое занятие. То есть, когда ты художник в своей мастерской, и к тебе приходят ученики постоянно, это достаточно такой приятный режим. Ну, то есть, расслабленный для тебя. Ты всегда в одних и тех же условиях, у тебя нет момента, что ты каждый раз включаешься во что-то новое. Ну, вот. И здесь получается, что такое представление, такое, я чувствую себя выступающей на сцене. И после того, как я провела такое занятие, ну, я чувствую определенный упадок сил. Хотя, конечно, всегда общение и придумывание заданий, они очень сильно развивают твоё знание, предметы или какие-то представления о нём. Это всё очень здорово и интересно, но сил тоже уходит много. Но это ещё связано с, наверное, с качествами личности. Вот это, я думаю, что хочется верить, что у многих художников это есть. Постоянное метание. С одной стороны, тебе очень хочется постоянно сидеть в норе. Тебе хочется, чтобы тебя все отстали. Пожалуйста, я хочу сидеть в норе, не трогайте меня. Но как только ты в этой норе проводишь чуть больше времени, чем тебе этого действительно надо, у тебя начинается потребность, вот, а как же, а я, я же здесь, давайте, смотрите на меня. И вот это, да, такой немного терзающий момент, что, с одной стороны, мне тяжело, потому что, ну, я как выступила, да, ну, то есть, какое-то общение такое, которое тебя тратит, с другой стороны, я знаю, что я без этого вот точно, совершенно заскучаю, это точно. А есть, просто ты же ведёшь курс «Бодрое начало», и вообще ты же прям первый преподаватель этого курса. Ну, из токов «Бодрого начала» стоишь. И всё-таки люди приходят, не знаю, много там приходят людей, которые прям реально не рисовали? Ну, кстати, не очень много, что меня удивляет. Уже приходят с бэкграундом, да, более-менее? Что люди часто очень приходят с бэкграундом, считаю, что они начали не сначала. И им прям нужно обязательно закрыть вот этот момент, ощущение, что они начали не с того конца, что они вообще ещё не... То есть они рисуют, кто-то из них даже уже вуз закончил. Такие были. Но они как бы хотят фреш-старт. Или просто они считают, что я рисую, но я не знаю ничего. И дайте мне, пожалуйста, начало. Ну а есть у них, я не знаю, может быть, независимо от того, вот просто люди, приходящие на курс для начинающих, у меня есть такая картинка в голове, что они такие... У них есть вот это вот... Получилось. я очень радуюсь, когда есть. Ты тебя как-то это чувствуешь? Ну, вообще, это так забавно, что когда ты сам студент, ты постоянно себя гнобишь и строишь унылое лицо, и говоришь, какой у меня ничего не получилось. и считаешь, что это как бы так и надо себя вести. А когда ты преподаватель, конечно же, ты очень грустишь, когда людям не нравится, что у них получается, потому что ты-то видишь, что всё отлично, у них всё... Ну, то есть, всё идёт как надо, и работы прекрасные. Да, может быть, ты представлял себе другой результат, но вот есть же этот результат, он же хороший, и ты всегда радуешься, когда люди не применяют вот этот фильтр того, что они бы хотели, и когда они могут порадоваться результату искренне. Это очень... Ну, я радуюсь, честно. Я побожаю. А чего больше? Когда люди себя так вот... Когда они расстраиваются или когда они радуются? Больше каких? Каких больше случаев? Как будто бы вот людей, которые расстроены, больше. Больше, да? Но это такая вот... Ну, такой способ... Вот я говорю, я же сама себя так веду. А знаешь, просто я про эту тему скажу вот. Во-первых, я, кстати говоря, помню, как я свою маму водила на счастливое рисование. Раньше был такой формат, важно было прийти без всего и рисовать. И я повела маму свою на рисование тушью. Не справляю. Мама моя врач. И мы пришли, рисовали букет. И мама моя говорит, что... Прямо сразу? Я говорю, да-да, прям давай. Прямо сейчас вот туда? Я же не сотру. Вот. А потом, как-то она начала, и потом она была в таком восторге. Я в тот же приезд ей просто подарила ещё массаж тайский. Вот после массажа она вышла такая, типа... А после этого рисования она была просто в восторге, что она нарисовала сама тушью, букет великолепный. Не знаю, может быть, просто это, как сказать, люди, которые вообще не рисовали. И тут у них что-то, для них это восторг. Но вот касаемо вот этого неудовлетворения от своей работы, я раньше, честно говоря, когда встречала вот людей, которые расстраиваются, особенно тех, кто уже на уровне, и он ещё чем-то недоволен, я думаю, ну что за фигня. А потом, знаешь, я что поняла? Я поняла вот это вот разочарование, и мне кажется, что без него, наверное, нет движения вперёд. Нет. Потому что это как вот этот люфт между глазом и рукой, что рука отстаёт, и ты всегда видишь чуть больше, и это даже просто, ну ты же видишь, что это вот, ну это невозможно вообще передать, на самом деле, честно говоря, это невозможно, сколько оно есть. И всё, и ты просто видишь эту разницу, и оно даже не то, что расстройство, а вот, ну, я ощущаю этот люфт, как бы. Я поняла вот природу этого расстройства, как будто, и даже мне показалось, что оно такое необходимо, наверное, какой-нибудь психолог бы сказал, необходимая часть фрустрации в дальнейшей работе. Не знаю, что ты знаешь. Ну, с фрустрацией, когда ты... Ну, фрустрация я понимаю. Ну, типа, что... Я не помню, где я это взяла, не знаю, сейчас психологи какие-нибудь накомментируют, что я ерунду говорю. В общем, что-то было про детей, что необходимо столкнуться с какими-то моментами, когда что-то идёт не как ты хочешь, что ты не получаешь того, что ты хочешь, и это нужно для развития, потому что ребёнок постепенно понимает, что он тут не бог, а что есть другие люди, что не все желания сбываются, и без этого никуда. Нет, это я согласна полностью. Ну, вообще, если ты вдруг полностью всем довольна, что тебе делать дальше? Непонятно. Можно закрывать всё. Закрывай лавочку. Нарисовались. Какие у тебя творческие планы вообще, что бы ты хотела сделать? На самом деле... Ну, на самом деле у меня с планами не очень просто, а хуже всего с ними то, что ты всегда боишься их озвучить, потому что есть у меня суеверное представление, что как только ты сказала, оно потеряло возможность сбыться. Ну, ладно, давай начать, как мне планы, а что тебя сейчас интересует, может быть, тогда? Нет, это я... Да, просто не надо говорить конкретики, но можно... Но мне очень хочется... Ну, сейчас я задумала серию некоторых объектов, то есть я делала... керамику такую, ну, условно, утилитарную, вазу, в которой можно поставить цветы, всегда имея в виду, что эти вазы, в общем-то, не являются функциональным объектом. Мне всегда... Возможно, это не видно зрителю, но... Ну, потому что функция влияет очень сильно восприятие. Если ты видишь вазу, ты знаешь, что это функциональный объект. Но для меня всегда это было просто формой моей творческой работы. Я условно вижу в своей вазе свою картину. То есть вот какой-то... И в какой-то степени мне даже вот... Всегда хотелось сделать такие предметы, которые, ну, не будут функциональны. Да, это ваза, но это скульптура в форме вазы. И меня расстраивало, когда я сделала, например, её закрытую. И мне говорят, ну, закрытую, наверное, мы не будем продавать. Это же не ваза. А ты думаешь, ну, это же мой творческий объект. Вот. И я хочу, да, сделать такую серию скульптур менее функциональных. Очень... И потом ещё у меня есть планы в плане технологии, керамики. Я достаточно мало до этого интересовалась... Интересовалась степенью моего влияния на материалы в смысле того, что когда ты работаешь с керамикой, ты можешь купить готовые массы, глазури. И я всегда именно что к керамике относилась как к графике. То есть вот я себе леплю условно бумажный лист, да, просто он объёмный. И затем керамическими материалами совершаю работу вот как в графике. То есть, ну, я рисую готовым. А керамика позволяет работать в другой плоскости, не только вот в плоскости того, что у тебя есть магазинная гуашь, и ты сделал картинку. Можно работать активнее с обжигами, с разной технологией, с химией глазурной. И в целом сейчас в России повысился сильный интерес к развитию вот этого хобби сегмента керамического в сторону больше внимания к технологии, курсы, прекрасные люди, которые керамику развивают. Этого просто появилось много. Я думаю, что не только у меня такие открылись как бы открытия, да, что оказывается керамики, я могу купить не только готовые материалы. Я как бы это знала, но всегда считала, что мне это не совсем доступно, слишком сложно, технология у нас, к сожалению, не преподавалась в УЗе практически. Вот, и сейчас у меня появилась вера в то, что я смогу вот что-то сделать такое вот с восстановительным. Я бы бывала в Самаре на курсе прекрасных людей. Это вот про цвет, да, когда ты показывала красивые палетки? Да, мы там на этом курсе прекрасном Александра Бердина Лазурского. Я делала опыты вот эти лазурные, смешивала компоненты химические, неправильно всё говорю, я уже немного не контролирую речь, и мы делали восстановительные обжиги, то есть они скорее всего сейчас тоже развивают как-то это сами в своей мастерской, и там у них очень хорошие мастера, ищут технологии, но в общем суть в том, что я просто наконец прикоснулась к этому, к восстановительному обжигу такому несложному в плане затрат и химии. Ура! Тут, конечно, хочется, чтобы на фоне были кадры из твоей мастерской, где ты что-то делаешь. Мне бы тоже хотелось что-нибудь будешь что-нибудь делать, позови. Я делаю, но пока вот я столкнулась с тем, что это нужно постоянно носить регулярность, иначе всё это вообще не будет. Но ты рассказываешь, конечно, там целый мир. Да, конечно. Целый просто космос керамический. Конечно, на него надо время. Да. И вот так прийти раз в мастерскую не сработает. Слушай, ну я что могу сказать? Я тебе желаю найти вот этот баланс. Мне кажется, он уже близко. Отлично, по-моему, поговорили. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пожалуйста, пишите в комментариях всё, что хотите на самом деле. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok